Мандильды, он знает, что такое боль. У мужчины усыхают обе почки. Ассалам алейкум, братья и сестры. Этот случай произошел в Казахстане. Я считаю, что это очень поступок такой прям необычный и даже героический. Мужчина ехал на рынок со своей женой. Воскресный день был. Вдруг они проезжают и прям видят, как горит какой-то жигуль. Не могут понять, что происходит. И рядом народ везде ходит. И вроде как все смотрят, всем интересно. И он слышит какие-то голоса, доносятся оттуда. И не может понять, неужели в жигури находятся какие-то люди. Он открывает двери своей машины, выходит и слышит детские голоса. Он бегом ринулся как туда. Вытащил одного малыша, у него уже волосы горели. А малышу ну два годика. А потом он прислушался и услышал, как девочка плачет. Он на ощупь, был дым. На ощупь взял эту девочку, вытащил руками. Быстрее их к себе в машину, там давай их подбадривать. Потом уже люди пришли, стали тушить этот жигуль водой. В итоге никто не смог потушить. Все отбежали. И как в голливудском фильме этот жигуль взорвался. Ребят, ну я просто удивлен, мужик ехал, у него какое-то чувство прям было, что надо вот бегом ринуться и спасти ее. То есть он успел это сделать. Если бы он не успел, то все бы там подзарвались бы и вообще ужас был бы. В общем дети поступили в больницу, слава богу, они выздоровели. Мужик себе обпалил все руки. Частично даже инвалидом стал из-за этого. Я надеюсь, что эти детишки вырастут, как-нибудь придут к этому спасителю. И какой-нибудь от души доброе что-нибудь ему сделают, чтобы ему было приятно. Но я-то уверен, что он сделал это не чтобы ему там кто-то что-то дал за это. Он просто от души это сделал. Ребят, давайте брать пример с таких людей. Вот благодаря таким людям, если бы их было много, мир бы становился только лучше.